Ольга Александровна, большое спасибо за приглашение и возможность поговорить и обсудить сегодня действительно стандарты и те новости, которые происходят сейчас в мире эндоскопии, гастроэнтерологии. И поговорим сегодня о пищеводе Баррата. Вроде бы тема достаточно популярная и широко обсуждаемая, но мы далеки еще до сих пор от результатов хорошей диагностики рака аденокарцинома пищевода на ранних стадиях. И эти новые стандарты и новые рекомендации, которые только что вышли, может быть позволят нам иметь четкое и правильное руководство и самое главное алгоритм для простой и понятной диагностики пищевода Баррата и неоплазии пищевода. Вот вы видите на слайде текущие рекомендации слева. Это текущие рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации. Они датированы 2014 годом. Конечно, время не стоит, оно идет вперед. И в 2022 году большой группой экспертов, в которую ходила и наша команда, опубликованы новый консенсус по пищеводу Баррата. Этим занималась команда экспертов Всемирной организации эндоскопии. Здесь есть некоторые тонкости и нюансы, с которыми я сегодня хотел бы вас познакомить. Первое, с чего необходимо начать, то, что пищевод Баррата претендует сегодня на роль единственного факультативного предракового заболевания для аденокарцинома пищевода. Именно поэтому так много уделяется внимания этому предраку во всем мире. И это цитата из рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации, где первым автором является академик Ивашкин, Владимир Трофимович Ивашкин, главный гастроэнтеролог нашей страны. При своевременном выявлении и лечении пищевода Баррата возможно остановить неопластическую прогрессию и предотвратить развитие аденокарцинома пищевода. Что для этого необходимо? Для этого необходимо понимание нескольких особенностей, масштабов проблемы. Как часто диагностируется пищевод Баррата в нашей стране? Данных немного, но публикация группы Бакулиных, Игоря Геннадьевича и здесь же соавторах Оксана Михайловна Драбкина, Дмитрий Станиславович Бордин. Это большое исследование, которое проведено у пациентов с рефлюксной болезнью в Санкт-Петербурге. И вы видите, что пищевод Баррата обнаружен чуть более чем у 3% пациентов, которые поступают на эндоскопические исследования с диагнозом гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. Это немалая группа. Мы все прекрасно понимаем, что примерно 30% населения нашей страны испытывают симптомы изжоги и могут быть отнесены к категории пациентов с гастроэзофагиальной рефлюксной болезнью. Теперь, если говорить о скрининге, какие здесь происходят изменения и какие тенденции, кого направлять на эндоскопическое исследование. Российская гастроэнтерологическая ассоциация говорит о том, что направлять необходимо пациентов с рефракторным течением гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, отсутствием убедительной клинической эндоскопической картины при проведении стандартной терапии ингибиторами протонной помпы, а также пациентов, у которых есть осложненная гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, пищевод Барретт в анамнезе, стриктуры, язвенные дефекты. И в этом случае, конечно, необходимо выполнять исследования в соответствии с стандартами, одним из которых является обязательное выполнение биопсии для морфологического исследования. Международные рекомендации говорят о том, что популяционный эндоскопический скриник в настоящее время не рекомендован. Однако он может проводиться в определенных группах населения с высоким риском развития предрака и рака пищевода. Во-первых, это пациенты с длительным анамнезом рефлюксной болезни. Более пяти лет. В сочетании с другими факторами риска. Возраст более пятидесяти лет. Мужчин, мужской пол, белая раса, избыточная масса тела. И самое главное, на что я хотел бы акцентировать ваше внимание, это наличие родственников первой линии с пищеводом Барретта или аденокарциномой пищевода. Ведь не секрет, что когда к нам поступают пациенты на гастроскопии, мы планируем проведение, определяем уровень этого исследования, экспертного уровня, какой нам нужен выбрать эндоскоп для этого исследования. Мы обязательно спрашиваем пациентов, есть ли у вас в роду родственники, больные раком желудка. Точно так же мы спрашиваем и про акулоректальный рак. И я думаю, что в такие опросники необходимы, чек-листы необходимо включить еще один пункт, это родственники с пищеводом Барретта и аденокарциномой пищевода. Начнем со стандартов диагностики. В первую очередь надо понимать, что эти стандарты диагностики должны отвечать современному определению пищевода Барретта. Это сегмент цилиндрического метапластического эпителия, дистального отдела пищевода, длиной не менее 1 см. Этот критерий занесен во все современные стандарты и рекомендации, который может быть диагностирован при эндоскопическом исследовании. Проксимальная зона пищеводно-желудочного соединения и подтвержден гистологически при оценке биопсийного материала. И в настоящий момент, как в российских рекомендациях, так и в текущих рекомендациях Всемирной организации эндоскопии, для установления диагноза пищевод Барретта требуется обязательное гистологическое подтверждение кишечной метаплазии, потому что это единственный тип эпителия, который отличается повышенным потенциалом малигнизации. Из этого заключения следует, что вся ответственность за правильную диагностику пищевода Барретта лежит на враче-эндоскописте. Другие методы не дают нам той информации и тех необходимых данных и стандартов, которые несет в себе эндоскопическое исследование. Здесь и оценка зоны пищеводно-желудочного соединения, и оценка длины сегмента, и самое главное, обязательное морфологическое исследование биоптатов дистального отдела пищевода. Шесть ключевых этапов диагностики пищевода Барретта, которые соответствуют пражским критериям и которые полностью перенесены в новые рекомендации Всемирной организации эндоскопии. Давайте попробуем коротко описать эти этапы, потому что это на самом деле простой, понятный, легко запоминаемый алгоритм, который служит такой прямой линией при установлении, при следовании которому врачи не ошибутся в правильной диагностике пищевода Барретта. Первый этап – это определение зоны, которая соответствует пищеводному отверстию диафрагмы с целью, в первую очередь, диагностики грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Вот мы видим в дистальном отделе пищевода сегмент метаплазии, мы видим здесь границу пищеводно-желудочного соединения и мы видим зону сужения соответствующего ножкам, области ножек диафрагмы. При такой оценке и измерении этих критериев нам несложно установить диагноз апсиальной грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Как происходит эта оценка? Во-первых, мы отмечаем зону пищеводно-желудочного соединения по проксимальной границе желудочных складок, об этом чуть позже я скажу подробнее. Мы отмечаем зону ножек диафрагмы, соответствующую диафрагмальному сужению, и мы измеряем расстояние от зоны ножек диафрагмы до проксимального границы желудочных складок. 4 сантиметра. Существует правило 2 сантиметров, которого придерживаются и рентгенологи, и оно же существует при монометрии высокого разрешения, в котором говорится о том, что если наши данные о том, что размеры грыжи менее 2 сантиметров, они неубедительны, по крайней мере, они недостаточны для оценки одним видом исследования, и здесь необходимо применять комплексную диагностику, чтобы не ошибиться. Так мы измеряем размеры грыжи, мы измеряем здесь диаметр, нам очень легко ориентироваться по трубочке эндоскопа, и мы можем эти данные занести в наш протокол эндоскопического исследования при описании эндоскопических признаков грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Следующий важный этап – определение зоны пищеводно-желудочного соединения, одним из главных критериев для которой является проксимальная граница желудочных складок. Вы видите, она отмечена белыми стрелками, и при умеренной инсуфляции воздуха, не самой большой, но и не самой маленькой, мы, слегка раздувая просвет дистального отдела пищевода, мы очень точно можем ориентироваться на проксимальную границу желудочных складок. И исследования, которые были проведены в этой области, говорят о том, что расстояние от истинной границы, анатомической границы до границы эндоскопической не различается не более чем на 5 мм. Следующий важный критерий определения зоны пищеводно-желудочного соединения, о котором мы тоже раньше много говорили, а теперь он полностью занесен в новые международные рекомендации, это определение дистальной границы полисадных сосудов, которые мы видим при осмотре как в белом свете, так и в узкоспектральном режиме. Это сосуды системы портальной вены, которые расположены в собственной пластинке слизистой оболочки, в дистальном отделе пищевода на протяжении около 2 см. Они расположены в этой зоне, и мы их четко можем увидеть. А в зоне пищеводно-желудочного соединения эти сосуды снова уходят в глубину, уже в подслизистый слой, и таким образом по дистальной границе этих сосудов мы можем определить достаточно точно зону пищеводно-желудочного соединения. Этот критерий занесен в новые рекомендации впервые. До этого его не было. И вы видите, что здесь достаточно большая сила рекомендательная. И исследования, которые доказывают важность этого критерия, это исследования, которые в основном пришли к нам из Японии. Когда важно определять дистальную границу полисадных сосудов? Ну вот посмотрите, пожалуйста, ранний рак в пищеводе Баррата, который мы смотрели вчера утром. И здесь очень больших размеров, 8 см грыжа, диафрагмальная грыжа, и все анатомические ориентиры немножечко стерты и потеряны. Очень сложно определить максимальную границу желудочных складок. Поэтому здесь мы стараемся уже ориентироваться на полисадные сосуды, которые нам в этой ситуации как раз очень и очень помогают. Вот посмотрите на снимки этого пациента. И здесь очень сложно в этой грыже определить точную, максимальную границу желудочных складок. Полисадные сосуды – надежный маркер и критерий зоны пищеводно-желудочного соединения. Итак, двигаемся дальше. Третий этап диагностики – определение наличия сегмента цилиндроклеточной метаплазии, который расположен выше зоны пищеводно-желудочного соединения. И длина его должна обязательно превышать 1 см. Это указано сейчас во всех и в российских, и в зарубежных рекомендациях. Почему? Давайте попробуем разобраться. Дело в том, что менее 1 см, если мы видим такие язычки цилиндрического эпителия, которые выступают в проксимальном направлении пищевода, то мы можем сказать, что это участки неровной зубчатой линии, потому что вы видите на этом слайде, какие типы бывают Z-линий, и это варианты нормы. И здесь тоже очень несложно ошибиться, если мы ставим диагноз микроскопического Баррата, то в этом случае и аденокарциномы, и участки дисплазии будут классифицированы на самом деле не как участки неоплазии в зоне Баррата, а неоплазия в зоне кардиального отдела желудка. В соответствии с текущими рекомендациями, если мы видим язычок размером менее 1 см, то выполнять биопсию из такого участка не нужно. Как измерить точно границу этого сегмента и его длины? Вы видите на снимке, мы используем биопсийный инструмент практически во всех спорных случаях, и длина чашечек дистального кончика этого инструмента 1 см. Поэтому, приложив его к этому сегменту, мы можем понять, больше 1 см этот сегмент или же меньше. 4. Следующий этап – определение проксимальной границы циркулярного сегмента метаплазии. Меряются два сегмента – циркулярный, который вы видите здесь на снимке, и максимальный по протяженности. Мы отмечаем все наши ориентиры по линейке, которые находятся, по отметкам, которые находятся, нанесены на трубочке эндоскопа, и отмечаем все эти данные от расстояния от резцов. Вы видите, что в этом случае 36 см от резцов зона пищеводно-желудочного соединения и 33 см от резцов – это граница циркулярного сегмента метаплазии. Следующий критерий – это определение проксимальной границы максимального по протяженности сегмента. Мы отмечаем его также условно на нашем слайде и проводим условную границу, отмечаем эту зону по расстоянию от резцов. Она находится на расстоянии 29 см от резцов. Ну и, наконец, финальный, шестой этап – это измерение длины циркулярного и максимального сегментов и установление эндоскопического правильного диагноза. Мы видим, что циркулярный сегмент имеет длину 3 см, максимальный по протяженности имеет длину 7 см. Таким образом, эндоскопический диагноз – сегмент цилиндоклеточной метаплазии С3М7. И мы заносим такой диагноз в наш эндоскопический протокол. Следующим важным алгоритмом является диагностика метаплазии и неоплазии. Каким образом осуществляются эти этапы и этот алгоритм? Ну, во-первых, мы должны затратить достаточное количество времени для проведения осмотра сегмента пищевода Баррата. Время играет большое значение, так же, как и при осмотре кишечника, при осмотре желудка, так же при осмотре пищевода Баррата. Вы видите данные гупты, которые опубликованы были в 2012 году, до сих пор на них ссылаются все современные рекомендации. Это очень хорошее и интересное исследование, которое свидетельствует о том, что если на осмотр пищевода Баррата затрачивается более 5 минут времени, то вы видите, что врачи выявляют значительно больше патологических изменений, неопластических изменений и ранних форм рака желудка. Таким образом, исследователи сделали вывод, что на 1 см сегмента пищевода Баррата врач должен затрачивать не менее 1 минуты своего времени. Можно очень просто посчитать, если у нас сегмент 7 см длиной, то 7 минут мы должны провести, исследуя эту зону на предмет выявления метапластических и неопластических изменений. 1 минута на 1 сегмент пищевода Баррата – это правило, которое также занесено в новые рекомендации. Теперь очень важный вопрос, ведь у нас с вами пока еще есть диагностика сегмента цилиндроклеточной метаплазии. Нам надо подтвердить наличие кишечной метаплазии и, безусловно, не пропустить неопластические изменения. В зоне сегмента метаплазии в гистальном отделе пищевода определяются, как правило, 3 типа эпителия. В основном это эпителий кишечный, специализированный, который нам и очень-очень интересен и важен с точки зрения установления диагноза пищевода Баррата. Но это может быть эпителий кардиального или переходного типа и реже эпителий фундального отдела желудка, покровно-ямочный эпителий. Вы видите здесь снимки, эндоскопические снимки с оптическим увеличением в сочетании с узкоспектральным режимом. Конечно, осмотр экспертного уровня требует таких инновационных технологий. Следующий важный момент, о котором нам надо знать, где искать эти очаги метаплазии. Нам понятно, сколько надо потратить времени. Теперь надо понимать, где нам искать очаги неопластических изменений. Вот вы видите, что несколько проведенных исследований, несколько публикаций говорят о том, что эти участки, как правило, находятся в секторе с 12 до 6 часов. Вот в этой зоне мы, как правило, и находим участки неопластических изменений. Особый фокус эксперты уделяют этой зоне и ищут неопластические участки именно там. Теперь как искать? Существуют технологии красного флага и оптической биопсии, которая позволяет нам обнаружить очаги дисплазии. И эти технологии сочетают в себе как хромоскопию, как узкоспектральную увеличительную эндоскопию, так и достаточно простую, но очень хорошо зарекомендовавшую себя технологию контрастирования с помощью раствора уксусной кислоты, что вы видите здесь на правом крайнем слайде. Эта технология имеет высокую чувствительность и очень высокую специфичность для диагностики очагов неоплазии в сегменте пищевода Баррата. Вот вы видите здесь снимок Криши Рагуната. Это очень известный специалист в области пищевода Баррата, который, оперируя у нас на курсе в 2017 году, обозначил эту технологию как одной из самых доступных. И даже пошутил о том, что можно сходить в супермаркет и купить винный уксус, разбавить его и таким образом проводить эту диагностику. Она безопасна, простая в использовании и возможна к применению во всех эндоскопических отделениях нашей страны. Как выявляются и характеризуются патологические участки, которые мы обнаруживаем? Это тоже еще один важный аспект, который очень подробно обсуждался в рекомендациях Всемирной организации эндоскопии. Вот обратите внимание, у нас есть сегмент пищевода Баррата. Мы наносим 1,5% раствор уксусной кислоты, который после нанесения которого наступает побледнение или побеление цилиндрического эпителия пищевода Баррата, а участок, который красный на 9 часах остался, это зона фокуса нашего внимания и возможная зона неопластических изменений. Это плоский очаг гиперемии. Как мы классифицируем этот участок? Мы классифицируем его по парижской классификации, если мы считаем, что это неопластические изменения. Это плоский 2Б участок неоплазии, который находится на расстоянии 35 сантиметров от резцов на 9 часах по условному циферблату. В переднем квадранте имеет размеры 4 миллиметра. Новые рекомендации говорят о том, что мы все-таки должны еще и по 4 квадрантам позиционировать эти неопластические изменения. Ну и тип этого участка 0,2Б по парижской классификации. Вот очень точное описание и определение тех патологических участков неоплазии, которые мы диагностируем с помощью технологии красного флага. Теперь еще одна технология. Это технология увеличительная, увеличительная и узкоспектральная эндоскопия. Эта технология сейчас регулируется стандартами, которые были приняты еще в 2016 году. Это БИНК-классификация дифференциальной диагностики неоплазии в сегменте пищевода Баррата, которая оценивается с помощью увеличительной узкоспектральной эндоскопии. И первоначально здесь была технология, использована технология Олимпос. Однако эта классификация сейчас валидирована и к технологиям, которые представляют собой эндоскопические системы Fujifilm и системы Pentax. И обратите внимание, что здесь все так же просто, как и в желудке, если говорить об уровнях оценки увиденных изменений. На левых двух эндоскопических изображениях мы видим регулярный рисунок поверхности эпителия и регулярный сосудистый рисунок, что свидетельствует об отсутствии неопластических изменений. Шесть правых слайдов показывают различные типы нерегулярного рисунка поверхности эпителия и нерегулярного сосудистого рисунка. Вот именно сочетание этих двух критериев и позволяет нам провести дифференциальную диагностику доброкачественных и неопластических изменений. Ну и наконец, какие бы технологии мы не использовали в нашей клинической практике, мы все равно до сих пор не можем обойтись без стандартной щипцовой биопсии. Оптическая биопсия обсуждается очень широко, прицельная биопсия обсуждается очень широко, но тем не менее стандартом, который в 2022 году остается, является Сиэтлский протокол, то есть протокол рандомизированной биопсии в четырех точках по окружности пищевода. Вот вы видите это на схеме в левой части слайда, который обязательно должен быть дополнен прицельными биопсиями из всех видимых патологических участков и очень правильно размещен для гистологического исследования с определенными отметками. Вот вы видите здесь фрагмент слайда профессора Рафа Бишопса, который он также представлял на Ярославском эндоскопическом курсе, в котором указано, что каждый из кассет или флакончиков должны содержать определенные отметки. Вот, например, патологический участок 2Б, который мы подвергли таргетной биопсии, прицельной, он отмечается как расположен на 32 сантиметрах от резцов на пяти часах, 32,05. И точно слепые биопсии рандомизированные отмечаются как по отметкам на эндоскопе расстояние от резцов и 2,00. Ну и, наконец, последнее в завершении я бы хотел отметить, что условия для осмотра экспертного уровня очень важны. Обратите внимание, вот это нередкая картина, с которой мы сталкиваемся в нашей практической работе. Мы вводим эндоскоп пациенту с активной рефлюксной болезнью, с активным эрозивным азофагитом, и малейшее касание кончиком эндоскопа до слизистой оболочки приводит к ее травматизации и к отсутствию условий для визуализации экспертного уровня. Что для этого необходимо? В этом случае эксперты рекомендуют не проводить детальный эндоскопический осмотр, не выполнять биопсии, а провести восьминедельный курс терапии ингибиторами протонной помпы. И в условиях уже комфортных для осмотра, снижения активности воспаления или отсутствия такового, мы можем увидеть участки неоплазии и выполнить их прицельную биопсию. Таким образом, мне бы хотелось перейти к практическим советам и изложить их не в текстовом варианте, а в виде подготовленного нами фильма, как же надо проводить исследование экспертного уровня у всех пациентов с пищеводом Баррата. Вот обратите внимание, с чего надо начинать. Осмотр пищевода Баррата, использование узкоспектральной оптической технологии, оптического увеличения, требует обязательного дистального колпачка, который мы устанавливаем на кончик нашего эндоскопа. Этот колпачок позволяет нам увидеть мельчайшее структурное изменение слизистой оболочки в области пищеводно-желудочного соединения, как во время перистальтики, так и во время любых других движений, которые могут быть у пациента во время проведения эндоскопического исследования. Колпачок фиксирует эти зоны, он создает нам правильное фокусное расстояние и расправляет все складочки, которые мы видим в зоне пищеводно-желудочного соединения. Мы заканчиваем. Мы проводим эндоскоп в максимальный отдел пищевода. Отмечаем все участки, которые могут нам встретиться в этой зоне. И не забываем про участки гетеротопии слизистой оболочки желудка в пищеводе. Переходим к сегменту цилиндоклеточной метаплазии. Мы моем его, отмечаем зону пищеводно-желудочного соединения, отмечаем зону ножек диафрагмы, проводим контрастирование с помощью раствора уксусной кислоты, выявляем патологические участки, осматриваем эти участки с использованием современных оптических, узкоспектральных и увеличительных технологий. Заносим правильно эти участки в наш эндоскопический протокол в виде стандартных, с использованием стандартной терминологии и завершаем исследование обязательным выполнением прицельной биопсии всех патологических участков и рандомизированной биопсии слизистой оболочки пищевода на протяжении двух сантиметров в четырех точках по окружности пищевода. На этом мне бы хотелось завершить. Большое спасибо за ваше внимание. Ольга Александровна, еще раз большое спасибо за возможность участия в работе ОНКО-конгресса. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ